В 19-20 веках мы говорим о кризисе Мемезиса, а центральным признаком Мемезиса является действие. То, видимо, как можно предположить, кризис Мемезиса означает и кризис действия. Освобождаясь от натурализма, театр в то же время освобождает себя и от действия. Все это следствие кризиса Мемезиса. Но что же в театре происходит с действием? Может быть, существует какое-то другое понимание действия, а с действием происходит то, что оно переходит в ведение кинематографа, во всяком случае на ранних этапах становления кино как вида искусства. И совсем не случайно, что прежде чем покушаться на романы Достоевского и Толстого, кинематограф начнет возрождать предпсихологическую эпоху в истории литературы, а именно эпоху авантюрного романа, для которого действие как раз и составляло главный нерв повествования. Исчезая из театральных подмостков, действие вспыхивает на экранах синематографов. По мере того, как действие возрождается на экране, на сцене оно воспринимается архаическим и старомодным. Отсюда и рождается идея смерти театра. Но мы сейчас имеем в виду театр, над которым тень исчезновения нависла с самого начала прошлого столетия. Вот как ее формулирует вводная статья к сборнику «Кризис театра», в котором дается оценка сборника, посвященного кризису театра «Стеклов». Цитирую. Большинство участников книги о новом театре сходятся на том, что современный театр переживает глубокий кризис. Но в чем заключаются причины последнего, на этот счет каждый критик отвечает на свой образец. В конце концов, у них не поймешь, то ли дело в содержании пьес, в выборе тем новой драматургии, то ли в характере декорации и вообще в сценической обстановке, или в игре актеров, в их отношении к режиссеру, в отношении артистов к зрителям. Попытаемся на этот вопрос ответить. Итак, с появлением кинематографа театр, казалось, лишался тех своих сильных преимуществ, которые имели место в его природе. Очевидно, что театр судорожно стал искать в себе то, что ему было присуще всегда, и что, может быть, на поздних этапах его истории не было востребовано, и что, может быть, отсутствует в кино, во всяком случае, кажется в кино неорганичным. Здесь в функционировании театра XX века, оказавшегося в совершенно новой ситуации, следует отметить сразу несколько стратегий. Я попробую изложить три стратегии, хотя на самом деле их больше. Первая стратегия. Чем объяснить то обстоятельство, что незадолго до появления кино, как, впрочем, и параллельно этому его появлению и становлению, театр постоянно находится в поисках, стремясь войти в новое столетие с обновленным языком. Задолго до того, как кино ощутит потребность в разработке того, что Лотман называет грамматикой, театр уже демонстрирует поиск в этой самой грамматике или соответствующие ему языка. Театр ощутил потребность осмыслять жизнь в пространстве немалого, а большого опыта человечества. И вот здесь уместно снова вспомнить Бортина. Какие же факты, имеющие место в последние десятилетия XIX века и в первые десятилетия XX века, об этом свидетельствуют? Попробуем воскресить некоторые страницы этой истории под углом зрения начавшихся в театре эксперимента. В числе первых таких фактов мы отметим вспыхнувший интерес к первоистокам театра, именно к античному театру и античной трагедии. Поскольку античный театр не существует без соответствующей ему пространственной демонстрации спектакля, то театральные деятели Европы вместе с интересом к драматургии пытались возродить амфитеатр, который предстает, например, у Вячеслава Иванова символом преодоления противоречия характерного для европейского театра. Он хотел вернуть театр к его первоначальным формам, гору и мистерии и преодолеть разъединение между сценой и воспринимающими. По мнению Вячеслава Иванова, в Европейском театре проводится та заколдованная грань между актером и зрителем, которая поныне делит театр в виде линии рампы на два чужды, хоти другому мира, только действующий, только воспринимающий, и нет вед, которые бы соединяли эти два раздельных тела общим кровообращением творческих энергий. Что, собственно, из этого суждения Вячеслава Иванова вычитывается? А то, что вслед за устранением рампы следовательной сцены устраняется и актер. Актером становится сам зритель. Он прекращает быть пассивно созерцающим действия и сам становится действующим лицом. Получается, что в результате всех этих процедур театр перестает быть театром, каким он складывался в тысячелетии, и регрессирует к ритуалу. В архаической эпохе разделения действия на актеров и зрителей не было. В ритуале предков изображали сами участники действия. Пожалуй, показательным фактом для театра рубежа 19-20 веков будет его тяготение к сценической культуре, античности, как одной из самых ярких культур. Это стремление возродить античные формы можно, видимо, фиксировать первоначально на Западе, в частности в Германии. И в этом отношении будет показательным опыт Макса Рейнгарта, его постановки античных трагедий, которые были показаны в том числе и в России, что, конечно, способствовало пробуждению интереса к античному театру и в России, особенно в среде символистов. Дело тут не только в интересах драматургии, схилосов около Еврипида, но и в принципе амфитеатра, идея которого ассоциировалась с огромным пространством театральной коммуникации, вмешающим огромное число зрителей. Интересу к античной сцене, несомненно, способствовал столь показательный для этого времени феномен массовости. И он, разумеется, ассоциировался с процессом массовления, что в начале XX века имел место в европейских городах, но и в городской культуре Древнего Рима. Так что необходимость в поисках нового языка театра подстеглась также и на рождение в России в период интенсивной урбанизации и миграции в города массовой публики. Хотя следует отметить, что даже в этом смысле, то есть имея в виду попытки возродить античный театр с его особенностями как сакрального действия, ведь театральные представления у древних греков еще долго демонстрировались в честь большинства, кинематограф и тут не выступал чем-то совершенно чужим театру. Наоборот, казалось, что он демонстрировал то, чего хотел и театр. Как и случайно в связи с кинематографом, Эйхенбаум вспоминает о соборности, культивируемой символистами, в частности Вячеславом Ивановым, в его суждениях о театре. «Мечты о соборности не осуществились и остались характерным историческим признаком эпохи театрального разложения», пишет Эйхенбаум, «но неожиданно явилось новое, массовое и в этом смысле своего рода соборное искусство». Эйхенбаум имеет в виду, конечно, кино. Вторая стратегия. Попытки возрождения элементов античного театра и постановки трагедии не исчерпывали всего разнообразия экспериментов по поиску нового театрального языка. Обращаясь к театральным дискуссиям этой эпохи, мы можем обнаружить противников такого рода театральных увлечений, настаивающих на том, что современность требует иных театральных форм, нежели античных. Например, форм театра средневековья. Тем более, что буквально через несколько лет Бердяев спрогнозирует, что новая история предстанет новым средневековьем. Следовательно, новое средневековье станет основанием для возрождения тех форм театра, которые имели место в средние века. В 1927 году в манифесте театра, который не успел родиться, Арто в своем творчестве высказал мысль о политической революции как реакции. Для него прогресс связан прежде всего с революцией в духовном смысле, а это означает, что нужно возродить утрачиваемую в процессе становления цивилизации средневековые принципы жизни. В этом смысле театр может стать таким средством, процитирую Арто, пока я ограничусь указанием на то, что самая неотложная революция, которую надо совершить, заключается в обратном движении во времени, чтобы в результате коренных перемен мы смогли действительно вернуться к умонастроениям или хотя бы к жизненным привычкам средних веков. И я бы сказал тогда, что мы совершили единственную в своем роде революцию, о которой стоит упоминать. В первых десятилетиях прошлого века Арто, как и деятели русского театра, разрабатывал особую стратегию театра, называемого им магическим. Театр будущего отставил в зависимости от того, насколько с его помощью можно воскресить деятельность тех структур сознания, которые сохраняют самостоятельность по отношению к языку последовательных слов. Слово. Вот то, что, по мнению Арто, умертвило западный театр. Идея Арто созвучна осуждением тех деятелей русского театра, которые также размышляли о необходимости и возвратить формы средневекового театра. Так, констатируя глубокий кризис современного театра, теоретик Ашкенази пытается осмыслить поворот от натурализма в сторону усвоения эстетики импрессионизма и символизма. При этом теоретик подводит к мысли, что натурализм в театре — это такая форма, после которой театр или исчезнет, уступая место кинематографу, или же пытается отыскать новые формы с помощью усвоения эстетики импрессионизма и символизма. Возрождение античного театра принимало практический смысл. В этом, как я уже отметил, преуспел немецкий режиссер Рейнгарт, ставя трагедии Сапрукла и Схила. Однако постановки этого Бармума театра, это имя данное Рейнгарту, объясняется тем, что античные трагедии режиссер ставил в цирке, Ашкеннази склонен оценивать отрицательно, цитирую, «представление Рейнгарта только по внешности походили на Эллинский театр, как римский цирк, в котором представлялись в драматизированной форме те же религиозные сюжеты греко-римской мифологии. Успех римским цирковым представлениям создавали не элементы трагедии, а пышные процессии, соседания атлетов, искусная сценическая феерия словом «миметическое зрелище», которому неистово руку плескал непритязательный римский плец. Это, конечно, утверждает теоретик, была не мистерия в его античном духе, а ее профанация. Цирковые представления Рейнгарта отвечали первобытным театральным инстинктам толпы. Цитирую, центр тяжести Рейнгартовских цирковых трагедий лежал не в гармоничности внутреннего развития трагедии, не в мастерейном ее элементе и его сценическом воплощении, а в нестерпимых для чувствительного глаза световых эффектах, в пышных выездах колесниц, шествиях воинов и хора, в пестрых одеяниях, посвященных пронзительным светом электрического прожектора, посетых к небу руках, словом, в грубо-аффектных живых картинах. Но дело даже не в Рейнгарте и его постановках. По мнению теоретика, античное искусство при всех его достоинствах, его совершенстве, законченности и полноте его образов, современному человеку чуждо в принципе, а потому путь увлечения античной мистерией и амфитеатром никуда не ведет, и преодолеть кризис театра не способен. Цитирую, «Греческая трагедия остается в современном театре только мертвая внешняя оболочка. Душа трагедии умерла в современном человеке, зрителе и актере. По мнению Ашкеназии, если современный театр и должен был что-то восстановить и возродить из прошлого, то это должен быть не античный, а средневековый театр, точнее, мистерии в средневековом духе». Цитирую, «Их средневековых страстей и мистерий, земные и мистические персонажи более близки и даже как будто сливаются с религиозными верованиями современного зрителя. Трагический пафос заменен в них пафосом христианского остростотерпчества, опустевшего и не дающего отклика неба Олимпа христианским небом, строгая красота античного мифа христианской мистикой». В связи с этим, Ашкеназия обращает внимание на то, что в Германии, в местечке Обера Мергау, Баварских Альпах, на протяжении столетий сохранялись представления примитивного мужицкого театра. Сюжетами этих представлений были сцены из Ветхого и Нового Завета. Когда стало очевидным, что театр, двигающийся к натурализму, публике больше не интересен, вспомнили об этих представлениях и ими заинтересовались. Между тем, такие формы мистерий в средневековом духе далеко не всегда и не во всем доходили до XX века в своем истинном виде, поскольку волны реформации коснулись и театра. Сюжеты этих мистерий неоднократно переделывались, переосмысливались и отцами церкви редактировались. Подобно древней иконе стоят эти памятники средневекового благочестия, столь чуждого нашей культуре и всему современному угладу жизни. Только всесильная мода, та самая мода, которая гонит волны туризма к подножию египетских пирамид и в подземные храмы Лоры, могла оживить интерес к этим громоздким, драматическим сооружениям средневековой и религиозной жизни. Страсти Господней губерам Мергау породили особое паломничество со всей Европы и из Америки. Людям, томимым, религиозной жаждой, как будто казалось, что примкнув к этому давно иссякшему рынку народного творчества, они утолят религиозную тоску современности. Однако доказывая, что средневековая мистерия Эммерлите, казалось бы, оказывается более близкими и психологией зрителя начала 20 века, Ашкенази все же по отношению и к этому пути развития театра демонстрирует скептицизм. Цитирую, «Античный мир выразил себя целиком в драматизированном мифе. Средневековый христианский мир создал проникнутые глубокой навыжностью мистерии. Ренессанс оставил нам бесценные памятники своего вдохновенного язычества, и только мы копаемся в чужом наследии и разбираем пыльный архив истории театра, чтобы найти в нем ответ на запросы и настроения сегодняшнего дня». Так талантливый, но ныне совершенно забытый теоретик театра подводит к той же мысли, которую во второй половине 19 века высказал Ницше. Европейская культура вступила в фазу упадка «Докаданса», а для этой фазы характерна эклектика, стремление возродить многие формы, что имели место и в разных эпохах, и в разных культурах. Третья стратегия – деконструкция действия в театре. Театр в форме без укола, эстрады, феерии и цирка. В связи с фильмом «Феринья» «Корабль плывет» мы уже касались того, как в Древнем Риме комический театральный жанр распадался на цепь аттракционов. Это особая и важная тема для исследования нашего предмета, поскольку дает возможность видеть в экспериментах театра начала 20 века еще одну стратегию, уже не эллинскую, то есть греческую, а эллинистическую, то, что возникло и получило развитие в Древнем Риме. Для нашей темы это весьма любопытный экскурс в начало этой традиции, поскольку именно с его помощью можно продемонстрировать, как театральное представление, отделяясь от цирковой программы, обретает самостоятельность, затем уже в 20 веке вновь к нему обращается, что предстает еще одним вариантом выката из кризиса. Но тот прием, который связан со спектаклем, смонтированным в соответствии с цирковой программой, как раз и иллюстрирует не только выход из кризиса, но и сам этот кризис. Я уже отмечал, что такой структурой повествования в раннем кино воспользовался жанр комедии. Но дело в том, что по-своему эту традицию возвращал и реабилитировал театр. Эта тенденция обращения к поэтике римской комедии также оказалась одним из вариантов творения нового языка в театре, в связи с этим исследователь античного театра пишет о театральном методе, характерном в 20-е годы для таких театральных режиссеров, как Радлов и Форегер. Хотя, видимо, это был универсальный процесс, охватывающий и другие культуры. Так, представляя новую более соответствующую ритму жизни, форму театра, Арто пишет, «Практически мы хотим воскресить идею тотального спектакля, взяв у кинематографа, мюзик-холла, цирка и самой жизни все, что испокон веков принадлежало театру. Раскол между аналитическим театром и пластикой нам всегда казался страшной глупостью. Нельзя отделить ни дух от тела, ни чувство от ума, тем более, когда в результате постоянного переутомления органы чувств нуждаются в резкой встряске, чтобы восстановить свою способность к восприятию». Дело еще и в том, что в театре этого времени не только возрождалась традиция римской комедии, представленная Плафтом, но на сцене появился и сам Плафт, то есть его комедия. Но что было характерно для построения комедии Плафта? Чем много столетий спустя уже в 20 веке воспользовались театральные режиссеры? Применительно к Плафту речь идет о распаде целостной структуры греческой трагедии на римской сцене и ее превращении в некий текст, в который включены самые разные сцены и фрагменты, не объединенные по сюжетному принципу. Спектакль начинает выстраиваться по принципу или концерта, или цирковой программы. Давно уже замечено, пишет исследователь современный исследователь античного театра Дмитрий Трубочкин, что для комедий Плафта часто не удается строго сформулировать единую сюжетную основу. Отдельные эпизоды или группы эпизодов выпадают из состава событий. Как правило, подобная непоследовательность действия объясняется контоминацией сочетанием сюжетов и мотивов, взятых из нескольких источников новой комедии. Таким образом, ясно, что объединяющей основой для всех эпизодов пьесы является вовсе не сюжет. Сценическое действие, как оно выглядит у Плафта, представляет пеструю мозаику из отдельных номеров, напоминающих тип зрелища фальшерного типа. И теперь, пишет исследователь, интересно задаться вопросом, какой род театральных представлений состоит из отдельных номеров, каждый из которых содержит в себе собственную сюжетную линию и вмонтирован единое зрелище. Ответ очевиден. Это цирковые выступления, чередующиеся номера фокусников, акробатов и трассировщиков, площадные зрелища, в том числе театр вещей и соображений, выступления передвижных труб, гладиаторские бои или театрализованные шествия. Называя такой принцип сборкой, аттракционов, монтажом, исследователь утверждает, что для вольтверных зрелищ он является универсальным. Понятно, что такой принцип требует ведущего, который бы объединял разрозненные эпизоды. В качестве примера спектакля, выстроенного по принципу монтажа, исследователь приводит представление, описанное ксенофонтом и состоящее из нескольких номеров. Вначале в сопровождении кефористки плясала танцовщица, пувыркаясь и подкидывая обруч. Потом плясал мальчик. После этого выступил шут и повторил те же самые пляски, придавая им подчеркнув то карикатурный характер, а после всех этих номеров была показана пантомима. любопытно, что когда вы съедете то было так, что вы посмотрите на ,